Сила, выносливость и смекалка. Тропа препятствий не для слабых духом. Способы самовыражения, новые навыки, умения, а также чувство стремления к победе узнали участники военно-патриотической игры «Малая Зорница». Ее организовала Межмуниципальное управление МВД России «Щелковская» совместно с Центром специального назначения силы оперативного реагирования ОМОН «Зубр», 13-й сборной бригады и молодежным центром «Крылья». Мероприятие посвятили Дню сотрудников внутренних дел и Дню народного единства. Большой энтузиазм и желание очень большое поучаствовать. Хочется посмотреть, хочется это все ощутить, как это, что это. Нам повезло, что сегодня очень хорошая погода. Не так уж и холодно, прям супер. На территорию потрясшего подворья в село Сдехово приехали школьники со всего района. В сумме 10 команд. Их курс молодого бойца здесь и сейчас. Полевой лагерь, дисциплина и чувство локтя. В основном это как бы слаженность команды, чтобы тебя слушали и все остальное. Все друг друга поддерживали. Кто был последним, всегда говорили, давай, за тебя время, команда за тебя болеет, давай беги. Полоса препятствий, стрельба, сбор и разбор автомата, оказание первой помощи, разжигание костра. Игра «Зорница» мало напоминает ту, в которую играли много лет назад, пока она представлена в упрощенном варианте. Но вместе с препятствиями 10-12-летние мальчики и девочки преодолевают себя и, конечно, учатся. Инструкторы помогают и подсказывают. Для многих это первый опыт. У нас не присутствует непосредственно боевой контакт. У нас некоторые этапы, они просто заменены более простыми, более легкими и удобными для детей. Те, которые они смогут преодолеть, потому что уровень подготовки детей разный. Естественно, мы это все учитываем. Возможно, в следующий раз их будут ждать новые маршруты и новые испытания. Ведь в таком формате мероприятия организаторы представили впервые. Считаю, что задача, обязанности каждого человека растить, воспитывать в духе патриотизма, в духе стремления к победе, к занятию спортом. Это первый шаг в данном направлении, начало. И, конечно, все это придет со временем, будет развиваться. Для начала, конечно, чтобы показали каждое свое умение, свои навыки. Вот в таком, в эстафетном варианте. Ну а дальше, я думаю, все пойдет уже более дальше, лучше. Призовые места распределяют между командами. Их награждают дипломами и памятными подарками. Участники понимают, что это мероприятие подошло к концу, но не расстраиваются. Они знают, что впереди новые победы. Ну а подарком всем участникам стало показательное выступление бойцов ВДВ. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».